Привет, меня зовут Михаил, я представляю консорциум ведущих вузов Китая China Campus Network. Нас часто спрашивают о востребованных специальностях. Мы проанализировали тенденции на рынке труда с прогнозом до 2020 года и проанализировали также наиболее востребованные специальности у наших студентов. И, конечно же, одним из самых популярных и востребованных направлений остается бизнес. Плюс набирает обороты направление электронной коммерции. Итак, где же лучше всего учиться бизнесу и электронной коммерции? Я расскажу вам об этом в сегодняшнем выпуске. Считается, что для занятия бизнесом нужен талант, много энергии и горячее желание создавать что-то свое. Да, это верно, но сейчас, в сегодняшнее время, когда информация о продуктах и услугах тут же попадает к конкурентам, этого недостаточно. Сегодня лучше всего учиться бизнесу и электронной коммерции в Китае. Китайцы знают, как зайти на конкурентные рынки, захватить и удержать долю на них. Таобао и Алиэкспресс отнимают покупателей у eBay и Amazon. Россияне работают на ноутбуках Lenovo, звонят и выходят в интернет со смартфонов Xiaomi и Meizu. Этот опыт и продвинутые практики исследуются китайскими университетами и попадают в учебные программы, не успев устареть. Итак, в каких университетах учат бизнесу и электронной коммерции лучше всего? Университет международного бизнеса и экономики. Самый очевидный выбор, ведь этот университет лидирует в Китае по направлению экономикой торговли и занимает третье место по банковскому делу и электронной коммерции. Из-за относительно небольших размеров и высокого уровня престижности у eBay в Китае называют Швейцарией. Привлекателен этот вуз также среди иностранных студентов. Около 3,5 тысяч студентов из 148 стран обучаются в UIBE и университет показывает впечатляющий уровень трудоустройства сразу после выпуска из университета. 99,22%. Следующий вуз, про который я хочу вам рассказать, Пекинский транспортный университет. Как следует из названия, его основной профиль транспортный. Но факультет экономики и менеджмента также имеет давние традиции и на его основе продвигаются программы экономики и электронной коммерции. А вуз занимает второе место по преподаванию электронной коммерции в Китае. 25 тысяч студентов учатся в данном университете. Распределены между двумя кампусами в Пекине и в Вэйхай. Вэйхай находится на берегу Желтого моря. Также на базе кампуса в Вэйхай организована предвузовская подготовка IFPCCN для наших абитуриентов. Итак, третий вуз, который я хочу вам сегодня порекомендовать – Нанкайский университет. Нанкайский университет занимает 16 место в рейтинге лучших вузов Китая. В нем обучается 24 тысячи студентов, из которых более 900 – иностранцы. Козырем вуза является сильный профессорский преподавательский состав. 922 преподавателя имели опыт работы в зарубежных вузах. Так, на сегодня все. Я еще хочу только сказать, что в бизнесе крайне важно умение выбирать лучший вариант. Поэтому, если вы хотите узнать больше о вузах CCN, в которых стоит учиться на бизнесе и электронной коммерции, оставляйте заявку по ссылке в описании. В следующем видео мы расскажем о технических вузах. А вы подписывайтесь на наш канал, смотрите наши ролики и задавайте больше вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова